Главный тренер ОДНМ Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, Ваш комментарий по сегодняшнему матчу? Как бы игрой довольны, а результатом нет. Понятно, что хочется положительный результат. Вы знаете, что у нас ребята молодые. Как бы они стараются, конечно, на футбольном поле бьются. Но сегодня Химель Держинск немножко так, немножко пощупал, скажем, нас. Мы знали, что они будут играть за счет длинных передач, мы им противодействовали. Ну, это опыт, еще раз скажем. Ну, я думаю, положительный результат еще будет впереди у нас. Сказалось ли, что день рождения сегодня был у Артура Горебяна, он был сверхмотивирован? Так ли это было? Ну, как бы, да, поздравляем его с день рождения. Конечно, он был настроен и мог забить, видели, да, в первом тайне. Но немножко удача была не на этой стороне. Я думаю, он опыт получил сумасшедший в этой игре. Будет двигаться дальше в этом же направлении. Насчет отношения к тренировочному процессу, к игре, у него мотивация зашкаливает. По сути, мы немного уступили в начале второго тайма, а в остальное время мы полностью контролировали ход матча. Просто не удалось забить. Вот что произошло вот в этом промежутке? Ну, знаете, мы хорошо делаем постепенно, атаки доводим все до штрафной. Завершение как бы у нас страдает немножко. Но я думаю, есть над чем работать, и все голы, и победа будут впереди. Сказывается ли то, что страдает завершение в силу опыта, потому что у нас молодая команда? Ну, конечно, конечно. Ребята переживают, ребята как бы хотят победить, хотят забить. Но где-то моментами не хватает опыта, где-то моментами не отключается. Но я думаю, все будет хорошо, и идем вперед. Вопросы? Да, есть вопрос. По пропущенному мячу, со стенкой там правильно вратарь выселил всем, как вы считаете? Как бы еще разберем этот момент. Вроде бы все было правильно, но видите, есть нюансы в футболе, что где-то не досмотрел, где-то, может, момент где-то не увидел. И из-за этого пропустили вол. Обидно пропускать из-за стандарта, в принципе. И в движении видели, что и стандартов много подавал нам сегодня в этой игре. Как бы противодействовали. Мы были готовы к этому. Ну, где-то шесть угловых в первом тайме видели, да? Ну, противодействовали. А вот со стандарта немножко, как бы, везение было не на нашей стороне. Вроде М молодая команда. Дамы, которые, как вы, дорогие, насколько вообще тяжело команде конкурировать в 2-й лиге? С учетом, что это молодая команда. Не, ну, мы же... Реально ли вообще конкурировать с действительно мужскими коллективами, с теми, у людей, у которых есть больше. Ну, вы знаете, у нас есть ребята немножко постарше, которые с Родины 2 нам дают на помощь. Ребята тоже мотивированы. Ну, я скажу, в плане мотивации, в плане, там, отношения и в плане желания победить и расти дальше проблем нет. Даде там, вот, знаете, как бы не хватает мощи какой-то. Но это все физиология, я думаю, со временем и так, как они развиваются, это все придет. И я думаю, мы будем так же самое, как давать игроков в Родину 2, в первую команду. Задача у нас, я думаю, они вырастут. Все зависит от ребят, и у них желание просто зашкаливает. Основная цель, основная задача Родины М на этой сезон, это прежде всего подготовка игроков для следующих командных структур. Нет, у нас основная цель, правильно вы сказали, да, как бы готовить игроков в первой команде. Мы к этому идем, как бы у нас есть коммуникация с Родиной 2, с первой командовой. И это не секрет, и у нас на тренировочном процессе привлекаются наши ребята. Я думаю, ребят желания много, и думаю, все будет хорошо и положительно в этом плане. Ну, да, ребята, конечно, переживали, особенно перед началом сезона. Они ходили, спрашивали, как, что дальше. Некоторые были недопонимания, но потом мы с ними поговорили, и руководство наше с ними заключили профессиональные контракты на перспективу и будущее футболистов.